Конечно, известность ему пришла постепенно и во Франции, хотя во Франции, может быть, раньше он был более известным, всегда в России позже, может быть, такую известность он приобрел в 19-м, а в широких кругах даже в 20-м веке, уже под влиянием массовой культуры, мюзикла, конечно, но я думаю, что в свое время роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» сыграл, конечно, очень большую роль не только для интеллектуалов, он пользовался этот роман очень большой популярностью во Франции, в мире, у нас, и сейчас много об этом говорят, но не надо забывать, что во многом благодаря этому роману удалось спасти собор, потому что, во-первых, даже поговаривали о его сносе, но, может быть, угрозы такого прямого сноса не было, но несомненно, что он нуждался в реставрации, как и сейчас, в 20-м веке шли долго разговоры о реставрации, даже началась реставрация, но денег, как известно, не хватало, и пожар, в какой-то степени, это интересно, стал поводом собрать всем миром деньги на реставрацию собора, на восстановление, до этого деньги не могли найти в полном объеме, но в средние века он, я думаю, не имел такого большого значения, но, например, коронация французских королей проходила не там, сейчас можно встретить такие мнения в интернете, многие упоминают, что якобы там проходила коронация французских королей, но, конечно же, это не так, она проходила в Реймсе, почти все, за некоторым исключением французские короли, они короновались в Реймсе, и исключения, которые были, например, Генрих IV короновался не в Реймсе, а в Шартре, поскольку Реймс был занят его противниками Гизами, но все равно это было не в соборе Парижской Богоматери. Незадолго до Варфоломеевской ночи 18 августа 1572 года там состоялось очень знаменитое венчание будущего короля Генриха IV, тогда Генриха Наварского и Маргариты Влуа, которая известна многим как литературный персонаж Тюма, королева Марго. Очень многие историки говорят, что не надо Маргариту Влуа связывать с этим литературным персонажем, это была совсем другая королева, но тем не менее вот она нам именно как таковая известна. Это была очень известная церемония по многим причинам. Дело в том, что будущий Генрих IV был на тот момент протестантом. Он переходил из протестантизма в католицизм, из католицизма в протестантизм и обратно. Это было связано с конъюнктурой, со всякими событиями, но на тот момент он был протестантом. Эта свадьба как раз во многом задумывалась как такой союз между протестантской и католической Францией. Задумывалась Екатерина Медичи и многими людьми, которые были тогда власти религиозными, политическими деятелями. Но поскольку будущий король Франции был протестантом, он не вошел в собор вместе со своими друзьями, окружениями, он остался за дверьми собора. И само брагосочетание было произведено на помосте перед собором, который был сооружен специально. Потом по галерее Генрих IV, будущий Генрих IV, удалился с протестантским окружением, а Маргарита Валуа в окружении своих родных уже вошла в храм. И там была совершена торжественная месса в честь этого бракосочетания. Следующее событие, о котором хотелось бы упомянуть, это, конечно, Французская революция. Многие храмы, в том числе Собор Парижской Богоматери, был революционерами превращен как раз в храм разума. И там состоялся знаменитый праздник 10 ноября 1793 года, в разгар как раз многих революционных событий был устроен алтарь разума в этом соборе. Многие статуи и святыни были оттуда вынесены, и некоторые так и утрачены, но некоторые потом нашли и были они восстановлены. Вместо статуи Дивы Марии революционеры поставили статую Свободы и установили там также вместо бюстов и статуй святых бюсты знаменитых философов эпохи Просвещения, потому что эти культы брали как раз свои истоки от философских идей Просвещения, и философы почитались наравне со святыми этими революционерами. Ну а затем уже в начале 19 века еще одно очень-очень знаменитое событие произошло там, это коронация Наполеона Бонапарта. Коронацию произвел Папа Римский, который специально приехал для этого в Париж, и вот она как раз прошла в соборе Парижской Богоматери. Был коронован Наполеон, а также императрица Жозефина, которая была тогда женой, и по традиции, которая пошла еще от французских королей. Если король был женат, то королева, в данном случае императрица, она тоже короновалась вместе с ним. И изображение этой торжественной коронации мы можем наблюдать на картине революционного, а потом императорского художника Давида. С этим связаны очень многие легенды. Например, есть такая легенда, ну легенда, которая, видимо, имеет под собой основание и изображена как раз на этой картине, что Наполеон вырвал в последний момент корону из рук Папы Римского и сам возложил ее себе на голову. Это описано в источниках и многими историками. Причина этого, ну можно только догадываться, вероятно, он хотел таким образом показать, что он, как сейчас говорят, человек, который сам себе сделал, он сам возложил даже корону себе на голову, это его заслуга прежде всего. Хотя, несомненно, то, что Папа Римский именно венчал его императорской короной, имело определенный символический смысл, исторический смысл. Это отсылка, конечно, и к Римской империи, и к империи Карла Великого, и к Священной Римской империи, к германской нации. В XIX веке, как известно, Францию сотрясали тоже несколько революций и еще Парижская коммуна. Это революция 1830 года, 1848 года, Парижская коммуна 1871 года, и еще несколько восстаний, в том числе и в Париже в 30-х годах, и очень многие святыни пострадали от этих восстаний, хотя среди революционеров далеко не все исповедовали антихристианские идеи. И очень интересный факт, что архитектор Виолеле Дюк, о котором сейчас очень много говорят, потому что крыша и шпиль собора — это как раз его заслуга, он их установил в XIX веке. Так вот, интересно, что Виолеле Дюк был не только очень известным ресторатором, историком, искусствоведом, теоретиком, он написал несколько работ по истории, истории архитектуры, реставрационным работам, но он был участником революции 1830 года, в 30-м году он был на баррикадах. Но при этом он очень увлекся вот этой идеей восстановления собора. И вот, в частности, Виолеле Дюк, он не единственный, но был такой ведущий архитектор, который создавал планы, который создавал рисунки восстановления и изменения, которые должны были произойти в соборе. И в 1840-х, 60-х годах происходила вот эта вот реставрация, о которой теперь уже многие, наверное, знают. Был возведен шпиль деревянный, который был обшит свинцом, была возведена вот эта крыша, очень многие витражи, в том числе, которые пострадали недавно, но они были созданы в 19-м веке. Может быть, к счастью, потому что это не средневековые витражи, но тем не менее, конечно, все равно это замечательная память архитектуры XIX века, но которые наследуют традиции средневековые. И вдобавок Виолеле Дюк создал вот этих знаменитых химер, которые по образцам средневековых горгулей устроили, украсили этот храм. Изображение различных диковинных птиц, зверей, которые во многом символизируют собор, и очень часто они изображаются в средневековых, точнее, в учебниках истории по средневековью, в различных работах по средневековью, поэтому, наверное, до недавнего времени практически никто не задумывался о том, что это, ну, если можем так сказать, новоделы. Они были созданы, конечно, в XIX веке. Конечно, собор Парижской Богоматери, как главный собор Парижа, религиозный центр, в нем хранились очень многие реликвии. Наверное, практически все сейчас знают, многие об этом пишут, говорят о том, что там хранился терновый венец Иисуса. Ну, о подлинности его, конечно, идут споры. Он был привезен Людовиком Святым, Людовиком IX, выкуплен фактически. Но первоначально он был помещен в Сен-Шапель, в часовне, огромной часовней, очень красивой. Я, кстати, поклонница именно этого архитектурного сооружения. Мне кажется, даже в какой-то степени более замечательной в смысле архитектуры, чем Ноттердам де Пари. И этот венец хранился именно там. Но потом он был перевезен именно в собор Парижской Богоматери уже в XIX веке. Насколько я понимаю, для него был изготовлен вот этот ковчег специальный, в котором он хранился. Ковчег, кстати, демонстрировался у нас в Кремле на выставке не так давно. Но ценность представляет, конечно, несомненно, сам венок. Подлинный, неподлинный, но тем не менее, это великая святыня, которая почитается и не только католиками, но и христианами, понятно, всего мира, и не только христианами. Есть друзья мусульмане, которые тоже очень переживали, что он, возможно, будет утрачен, этот венец, потому что это такая очень святыня и очень важный символ и исторический, и религиозный. Ну, кроме этого, я читала, что была спасена рубаха, рубаха это все-таки, да, святого Людовика, но туника. Но, честно говоря, вот в подлинности туники у меня, как у историка, есть некоторые сомнения, потому что я читала неоднократно, что туника Людовика Святого, которая хранилась в соборе Парижской Богоматери, она была уничтожена во время революции, сожжена. Возможно, это какая-то другая туника, но, может быть, все-таки она и неподлинная. Но, кроме того, собор же замечательен своими различными памятниками, скульптурами, картинами. В частности, там замечательные скульптурные изображения святых, например, очень знаменитая скульптура Жанны де Арк, которая провозглашена была именно в этом соборе Блаженной в 1909 году, объявлена была об этом именно в соборе Парижской Богоматери. Кроме того, там есть скульптурные изображения, например, святой Терезы из Лизье Терезы Малой, которая очень-очень почитаема во Франции и всеми католиками, одна из самых знаменитых святых. Там на стенах висят картины на религиозные сюжеты. Это картины, правда, нового времени, но тоже они представляют определенную художественную ценность. Некоторые из них пострадали, но большинство все-таки не пострадало, большинство удалось спасти. И это тоже, я считаю, замечательный факт. Но и буквально на днях пришло сообщение, что был спасен петух со шпиля, как многие СМИ писали с мощами Христа. Это, конечно, очень смешно, потому что никаких мощей Христа там нет и быть не может. Но там, тем не менее, хранились действительно реликвии, в том числе мощи святой Женевьевы, которая тоже во Франции и всеми католиками в мире очень почитается. Поэтому это, конечно, такой замечательный факт, что удалось их спасти. И очень мало, кстати, еще пишут о замечательном органе, который там находится. Были сообщения, что вроде часть этого органа утрачена, но, насколько я поняла, все-таки они не подтвердились. В основном орган удалось спасти, а орган тоже представляет очень и очень большую ценность. Это один из самых таких замечательных, сложных и глобальных органов в католических храмах. И часть этого органа — это 15 век, в начале 15 века он был туда помещен. И потом он, конечно, подвергался переделке. В 18-м, в 19-м веке, когда шла реконструкция, и даже в наше время, еще совсем недавно, там были произведены такие технические изменения как раз современные. Но, тем не менее, в основе это древний орган, который представляет очень-очень большую ценность.